Добрый день, дорогие друзья! Музей боевой и трудовой славы в Митинске. Основоположником нашего музея был председатель Совета ветеранов района Митина Бангурян Мелик Побосович. Мелик Побосович передал музею очень много экспонатов. Это военная темняшка, бурашка и его полевая папка. В нашем музее находится экспозиция об участнике первого парада на Красной площади 1941 года Мамедовья. Он передал музею нашей школы очень много экспонатов. В нашем музее находится экспозиция о Солнцеве Геннадии Федоровича. Солнцев Геннадий Федорович защищал небо Москвы, столицы наших людьми. После окончания войны Геннадий Федорович работал разведчиком в странах Западных Германов. Председатель Совета ветеранов 3-го района Митинский Иван Васильевич. С офицером запаса Лебедем Владимиром Юрьевичем приходят к нам в школу. На уроки истории, уроки мужества, вручение приписных свидетельств до призывной молодежи. В нашем музее находится уникальный экспонат «Копия Знамя Победы». Наш музей был награжден этой копией. Многие участники Великой Отечественной войны награждены медалью Жукова. Вы видите могилу неизвестного солдата во стороне Карелии. Мы часто выходим на митинги, посвященные памяти солдат, которые защищали небо Москвы и Москву. Вы видите, что очень много экспозиций, посвященных партизанам. У нас ветераны Великой Отечественной войны участвовали и в партизанском движении. На сегодняшний день они частые гости в нашем музее боевой и земляной славы. Особо хочу отметить учащихся в Спасской школе. В 1941 году они ушли целым классом инопроводов. Многие из них не вернулись с войны, но память о них живет. Наши ребята вышли с инициативой создать на территории Спаса памятник тем, кто ушел на фронт. На сегодняшний день у нас очень много библиотечного фонда книг о Великой Отечественной войне. Созданы альбомы, посвященные датам Курской битвы, Сталинградской битвы, блокады Ленинграда, битвы под Москвой. У нас проходит очень много конкурсов на базе нашего музея. Семья в летописи войны, игра по станциям, вручение приписных свидетельств. Я не хочу, что бомба просвистела, Весь белый свет окрасит черный цвет, Чтоб ядерная опуха не разъела Стальную грудь сверхзвуковых ракет. Пусть мирное небо будет у нас над головой.